привет народ в общем у меня дикая аллергия поэтому давайте поэтому давайте по быстренькому короче посылка пришла у нас с урала и стоила доставка 600 рублей понимаете да 600 с копейками рублей а прошлое или поздно прошлая посылка приходила у нас ближе намного с москвы там московская область что такое то человеке мы сам отправлял 2 222 чувствуйте разницу до 600 рублей две с половиной тысяч фактически в общем здесь у нас китайский видно по коробке бенчмейт багаут аллергия просто жесть в общем в общем в общем в общем вот так вот и вот так вот ну здесь китайцы кладут прям как у бенчей все как у бенчей гарантийка то ужас просто видать амброзия цветет поэтому меня прям хорошенько плющи так так приветствую руслан это опять роман с урала увидите я живу решу с урала посылка пришла у меня появились китайские копии хорошего качества из же 10 сделано одну из них клинок из стали cpm s 90 вид тоже очень достойная сталька в обработке даже сложнее чем м 390 на мой взгляд термообработка сергея бурова на первичную твердой 61 62 с крио обработкой присылаю вам этот нож в подарок надеюсь что он вам хорошо послужит с уважением роман рома спасибо сейчас посмотрим что за ножичек паракорд на темлячок и бусина балясина короче бусина шлем римского воина такая приколюха он типа бывалый в сражениях видите пострадал зарубина такая прям прикольно сделано вот так вот в мелочах все чётенько все прям ну прикольно то есть зарубина видите повело шлем чуть-чуть сторону прям прям реалистично все так ну он кстати гнется если кому-то не нравится то можно подогнуть уже выровняли ну зарубина вообще так прям смотрится в общем две дырки вывести темлячок и тут узел завязываем все прикольно ромчик спасибо ну и дальше смотрим на ножичек g10 то есть стекло текстолит ну намного жестче прям чувствуется прям видите даже ну да где-то примерно так же хотя и по толщине он кажется что прям даже чуть-чуть толще ну давайте посмотрим клиночек клиночек до конца прям прям до конца до конца вот супер просто бенч медведя халтурить ищите в этом отношении вот так прям есть куда увеличить клиночек но они этого не сделали и клиночек прям вот так вот огонечек то есть при желании его можно закинуть галтовочную машинку и сделать вот такого столом ложь полянуть чуть-чуть надо и сделать столом уж хотя в принципе и сатин меня устраивает сатин мелкий ну и видно как давался человеку сатин что сложно давался реально столько видимо резалась сведем наш народ мы фактически вдоль вообще фактически вдоль в в ноль в ноль фактически обновляем что нолёчек давайте померяем двадцать пять сотых двадцать семь и на кончике 28 самый кончик самый кончик прям промеряем здесь 30 . ну в принципе представляете 0203 немножечек сведем давайте посмотрим вот бутылочка это мы прошлый раз сарапали давайте зарисуем чтобы мы не путались давайте это вот так вот зарисуем перечеркнем маркером и сейчас попробуем что он может раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать по поводу 14 15 16 17 18 20 21 22 23 слушайте 24 25 ну дальше я не вижу смысла 26 но он царапает он царапает так лихо помните вот здесь вот я не помню сколько то ли 10 то ли 12 царапок были таких прям вменяемых а дальше немножко так смазано все пошло здесь дальше царапает в принципе без вопросов так что по термички и по удержанию рука ножичек прям на голову выше оказался на это прям видите явно видно то есть смело можно будет не люки открывать но без проблем если где-то нужно там в походе открыть какую-то консерву то без вопросов абсолютно сейчас я очки протру аллергия просто же ух ты вот так вот вот так вот и вот так вот на зуб ее попробуем на наждаке точится неплохо спокойно точится хорошо мягко прям отлично точится вот так проверяем все замечательно так давайте мы сейчас делаем фокус я вот смотрю на этот сатин и он прям ну как по мне чуть-чуть чуть-чуть переполированные то есть чуть-чуть его надо сделать более таки знаете чтобы риски были более явно выражены сейчас мы это сделаем быстренько сорокнем чуть-чуть будет посимпатичнее ну мне так кажется по крайней мере потому что ромчик его чуть-чуть мне кажется так что перегладил мне больше нравится такой знаете более чуть-чуть такой выраженный что ли вот вот он его на ленте заполировал чуть-чуть поняли чуть-чуть переполировал его на ленте ну кому как нравится мне мне нравится знаете когда сатин такой более ярко выраженный чуть-чуть тогда допустим сырок к нему меньше прилипает потому как понимаете да принцип работы что воздух попадает и сыр когда режешь он меньше залипает на клиночек и сейчас мы его чуть-чуть так взбодрим чуть-чуть взбодрим а так вот ну вот и все вот теперь будет усилеть чуть-чуть но в общем вот такой вот один подводник с этой стороны и точно такой же одинаковый собствен свет не попадаем по указательности точно такое пром Tonic это и просто с этой стороны попадает свет а здесь вот так можно чтобы показать то есть игра света здесьобража играетoль давайте возьмем листик бумаги и посмотрим что у нас получилось по заточке без проблем абсолютно все хорошо хотя в принципе здесь как бы сейчас сейчас я сделал видите очень-очень тоненький подводник такой вот сейчас хорошо видно очень тоненький подводник и подводник это где-то вот сейчас получился градусов и так 23 на сторону у меня то есть его можно смело делать на 21 а то и 19 это сталька позволяет себе такие углы но вопрос в том что вот с таким подводом я смело могу сейчас вскрытием консерву построгать гвоздь кстати да и ничего скажем давайте сейчас проверим вот берем гвоздик эти да все четенько не строганым и берем вот так вот за струх наш вот я надеюсь видно да и проверяем режущую кромку так давайте попытаемся поймать что-то вы видите ну глазами не видно бумажка покажет не посмотрим бумажка видите вот то есть есть какой-то затык глазами его реально не рассмотреть не видно глазами на бумажка показывает затык не вижу давайте попробуем устранить этот затык ну видите да затык такой вполне себе крохотный то есть не дерет прям дерешь мелкий очень где-то получилось какая-то ступенька небольшая ну и вот она уже устранили мы то есть очень просто правится сталька не смотря на свою твердость она очень просто правится на керамике смотрите никаких проблем абсолютно нет то есть смело можно открывать консерву имея вот такой мусатик вы всегда две секунды поправили нож и все и он снова режет снова в строю я вот честно говорю что вот этот нож вот этот нож с 30 здесь стандартная 30 на клинке бенчевская я точу где-то раз в год вот раз в году я его точу вот точно так же на наждаке то есть никаких на апексов я вообще не заморачиваюсь наждак причем ну подводы я делаю так с одной стороны с другой стороны все на пасте на мусатике подвелось то есть минимальный съем металл вообще там будут какие-то какие-то там я не знаю там десятые долю микрона я снимаю то есть вообще нож не стачивается то есть я не поняли они на болгарке в этом полчаса вожу просто с одной другой стороны подновил рк подвел и все раз году то есть с этим ножом то же самое раз году но здесь большой 1 плюс длина клинка понимаете да прям прям интереснее но давайте померяем вот так визуально можно сверху посмотреть ну а мы сейчас все это не визуально а промеряем так длина клинка 8 и 4 длина клинка сильно меньше прямо 81 81 и 84 сейчас попробуем визуально даже это показать это это даже можно визуально показать и это даже будет прямо отчетливо видно сейчас вот так вот 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 сейчас четко видно на 2 шпенька я свел до кучи даже не по шпенька меряем потому что здесь шпенек еще сдвинут ближе к рукоятке очень грамотно рома сделал молодец то есть шпенек тоже где-то на десяточки 2 сдвинут ближе к рукоятке что дает нам больше режущей кромки на том же над иди на шпенечек чуть-чуть обратите внимание вот по рукоятками я поровнял и чуть-чуть буквально шпенечек сдвинут вот направо даже вот на вот это чуть 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 буквально сбили шпенечек вот сейчас должно быть видно да снизу давайте рукав чуть 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 но это чуть-чуть на в плюс и не в ту сторону выдвинула ближе к рукоятке то есть вот здесь и сюда минимальное место для прохода то есть можно было сделать чуть чуть больше то есть вот 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 смотрите здесь сколько места для прохода гораздо больше роман продумал этот момент и и подвинул чуть-чуть шпенечек тем самым дав нам больше держащие кромки полезной режущим кромки на том же ножа фактически ну и в принципе вид у него тоже смотрите такое прям ну красавчик смотрится прям вот эти все расслоение переливы красивый шикарный нож с отличной сталью насколько я помню я могу ошибаться давайте я так выскажу свое предположение что данный клинок или данный нож данный нож вот уже в сборе с этим клинком стоит около 100 долларов если кому интересно то внизу наверное в комментариях в первом закрепленном комментарии рома отпишет свои контактные данные я его комментарии закреплю ну и в описании а также оставлю его почту в принципе народ заказывайте мне зашел ложечек я такой ножичек первый подарил подписчику лёха привет кстати как тебе железка там проверил не железка видите на прям нормально особенно с таким сведением это ну прям бритва прям в ноль ну если сравнивать даже визуально я думаю что будет разница видите да вот прям давайте вот так вот два ножа рядом поставим вы сами увидите всю разницу на вот сведений смотрите здесь реально все видно даже вот на камеру даже невооруженным глазом что ножичек спущен просто в ноль а здесь вот здесь прям вот ну видишь а есть толщина определенная пол миллиметра от двух десяток отличается на сегодня все народ давайте пока пока увидимся мне сейчас еще скумбрию коптить это просто ужас мне не то что я не хочу а то что просто аллергия и супруга купила скумбрию ритрусик закопки куда деваться буду коптить сейчас так вспышка нужно на сегодня все пока-пока увидимся а что народ белый дымок пошел у нас к чему бы это не если вы напишите в комментах что что-то там с папой связано так не так вкусной рыбки про нового папу это другой дымок немножко у нас белый дымок очень вкусной скумбрии копченой